Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном аспекте использования сидеральных растений. Последнее время, да и не в последнее время, и частенько я вижу, когда приходит сезон, говорить о сидеральных растениях, о необходимости посева сидеральных растений, то постоянно натыкаюсь на такие видео в интернете, информации, какие-то статейки, о том, что там какой-то определенный сидерат, его посев, может заменить там тонны навоза, тонны органических удобрений и так далее. Вот давайте сегодня разберемся, могут ли сидераты заменить вам какие-то удобрения, органические или минеральные. Дело в том, что удобрения в своем составе содержат три основных компонента питания растений, азот, фосфор и калий. Если сидеральные растения и могут заменить эти удобрения, азот, фосфор и калий, то только в том объеме семян, которые мы кладем в землю. Сами семена содержат азот, фосфор и калий, мы их кладем в землю, они прорастают, каким-то образом сгнивают, да, вот эти вот вещества, которые были в самом семечке, вот в этом маленьком. И они, конечно, обогащают почву этими элементами питания. Но это определенного рода утрирование, что ли, потому что, конечно, ни в коей степени нельзя считать, что роль сидератов состоит только в том, чтобы привнести вместе с компонентами своих семян азот, фосфор и калий в почву. Что же тогда они могут делать? Дело в том, что представьте себе, что азот, фосфор и калий, в каком бы виде вы их не вносили в почву, в виде навоза, в виде помета, в виде компоста, в виде минеральных удобрений, это, скажем так, кусок мяса, да, азот, например, кусок мяса, фосфор это качан капусты, калий это еще там свекла, морковь, еще что-то там такое. Сейчас поймете, к чему я это все говорю. И сидераты это способ приготовления питательных веществ, вот этих вот компонентов для удобного, для усвоения растений вида. То есть, сами по себе сидераты не являются ни мясом, ни свеклой, ни картошкой, ни морковью, ничего такого. Они являются тем поваром, который из этих всех компонентов может приготовить очень вкусный борщ. Таким образом, может, могут ли какие-либо сидераты, любые сидераты, заменить вам тонну там или камаз навоза? Нет, не могут, потому что сами по себе они не являются питательными веществами. Они являются лишь способом приготовления уже имеющихся в почве питательных веществ, азотофосфорокалия, главным образом, там, следующих элементов серы, железа, микроэлементов, к удобоваримому, так сказать, удобоусвояемому виду для растений, и не только для растений, но также и для активизации почвенной микрофлоры. Таким образом, ни один сидерат никогда не заменит вам азотофосфор и калия, которые вы должны вносить в том или ином виде. Единственное, что они могут еще сделать, это они могут эксплуатировать накопленное природное плодородие, которое уже накоплено за тысячи лет на том участке, который вы разработали и который вы превратили в свой огород. Они могут восстанавливать определенным образом плодородие этой почвы, обогащая ее органическим веществом, которое в то же время содержит азот фосфор-калий, который был извлечен этими сидеральными растениями из вашей почвы. Вечного двигателя не бывает. С урожаем вы выносите азот фосфор и калий, съедаете, оставляете, так сказать, переваримые остатки в каком-то другом месте, а здесь, вот в этой почве, их все время не хватает. Итак, сидеральные растения являются прекрасным помощником, но ни в коем случае не заменяют необходимость внесения удобрений. Не обманывайтесь, не истощайте свои почвы, потому что к сидератам все равно нужно пристегнуть источники азота, фосфора и калия. Не слушайте неграмотных о сидерации, о использовании зеленого удобрения, об использовании сидератов. Сидераты очень-очень важны для наших участков, но не надо думать, что они могут абсолютно все, и они могут заменить внесение удобрений. Не могут. А теперь для вас важная информация. С 6 по 8 ноября на всю продукцию Organic Mix действует скидка 40%. Organic Mix это 100% натуральные органические высококонцентрированные удобрения. Скидка будет действовать только в официальном интернет-магазине. Такие скидки бывают только раз в году. Ссылку на магазин ищите в описании и прикрепленном комментарии к этому видео. Что ж, я надеюсь, что внес ясность в части использования сидератов на ваших участках, что вы не будете попадать под очарование пустых обещаний и каких-то громких заголовков, а будете пользоваться только грамотными советами. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok